здравствуйте дорогие друзья гости моего канала сегодня будем делать сушеное мясо джерки буду делать дегидраторе это вот у меня обрезки окорок разделал вот такие вот обрезки остались а я чуть-чуть подморозил сейчас будем нарезать тонкими слайсами слайсер конечно я повезло у меня просто будет острый нож нарезаем тонкими слайсами здесь вот у меня уже тоненькая вот он отрезан кусок такой жилки желательно все вырезать маломайский уголь убирать их просто тоненько здесь за размером не следим толщина 5-7 миллиметров нарезаем вот такими кусочками и так сейчас все мясо нарежем толщина напоминаю 5-7 миллиметров толщина не надо смысла не вижу делать толще и так поступаем со всем мясом с обрезками этого мяса все нарезали слайсами берем я поднос беру так лучше перемешивать можно конечно тарелку большую взять берем на килограмм нарезанного мяса 25 грамм нитритной соли 0,6 процента 0,4 0,6 процента на 1 килограмм и хорошенько вымешиваем при обоминаем хорошенько прям вот так вот массируем втираем нитритную соль все это хорошенько вымешиваем у кого есть маринатор какой-то вакуумный то там нам все намного проще прям вымешать а буквально несколько часов и можно приступать уже непосредственно к готовке но мы оставим на сутки 24 часа 18-24 часа будет вполне достаточно для просолки такой толщины мяса нитритной соли сто процентов нитритная соль 25 грамм на килограмм нарезаны слайсами мяса убираем в тару и в холодильник на нижнюю полку на одни сутки но прошли сутки продолжаем делать сушеное мясо по-русски так сказать сушеное мясо так вот мясо у нас просолен просолилась сейчас уберу в тару побольше переложу вот такой получается просоленная так теперь добавляем сюда следующие ингредиенты именно через сутки паприка сладкая 5 грамм кунжут от 5 до 10 грамм чеснок сушеный 5 грамм мускат орех мускатный тертый 1 грамм это все на килограмм перец черный черный красный жгучий 1 грамм это вот все так вот пересыпали соевый соус в данном случае у меня устричный соевый соус он густой вот такой вот как терияки у кого нет такого можете использовать обыкновенный у кого нет соевого соуса можете вообще его не использовать получается 50 грамм на килограмм и 100 миллилитров воды обыкновенной фильтрованной чистой воды все это заливаем сюда и опять хорошенько все перемешиваем прям в этой воде вот в этих специях все там хорошенько какие ароматные вмешиваем до тех пор чтоб воды вообще не было чтоб она просто сбилась сюда ну как албасу вымешивают так примерно и здесь и чтоб мясо было такое взбитое такой вот примерно все закроем и оставим при комнатной температуре буквально на один час и через час уже будем выкладывать на решетки в дегидратор ну у кого нету дегидратора а вообще сушилка так же можно сделать в духовке с конвекцией у кого есть низкотемпературные духовки оставляем на один час многие задают вопрос о зачем я сюда налил воды если нам сейчас все равно ее выгонять отсюда сушить а это чтобы чтобы во-первых специи разошлись и потом в итоге увидите что получается после дегидратора какая получается типа пастила можно сказать а потом просто нарезается и все как видите воды нету мясо все впитало ой очень ароматное ну и прошел час как мы его замариновали еще так вот оно получается берем решетку у меня будет дегидратор я буду делать сразу берем решетку берем кусочки мяса и укладываем прям каждый кусочек прям так сказать можно плотненько друг другу ничего страшного будет одним пластом у нас и вот так вот разглаживаем прям плотненько укладываем все кусочки мяса раскладываем все в один слой получается вот такая вот мясная пастила отправляем в дегидратор сейчас раскладываем все остальное мясо и будет у нас сушиться оно в дегидраторе вот получилось у меня чуть больше двух с половиной поддонов отправляем на сушку включаем уже так сказать сушку так температура 65 градусов ну а по времени у всех будет по-разному в среднем от 6 до 8 часов все зависит от влажности в помещении и так далее я ставлю 8 но надо следить может даже будет чуть больше 8 главное здесь не пересушить а чтобы оно было именно сушеное эластичное так сказать красивое обалденное и вкусное ну вот мы и засушили мясо 7 часов оно у меня находилось в дегидраторе при 65 градусов сейчас аккуратненько его снимаем вот так вот получается вот такая вот пластина вот такая вот пластина вот сейчас мы все это снимем из других решеток и будем нарезать нарезать нарезаем разные пластинки какие мне нравятся вот такое вот оно мясо получается сушеное нарезаем края можно обрезать чтобы они не были такими вот буристыми сделать ровный квадрат и будут ровные пластинки оно эластичное не пересушенное главное не пересушить чтобы не превратилось в чип под пиво вообще огонь можно хранить в вакуумном пакете развить там по граммам так и в обыкновенном пакете но туда положить пакетик селька геля чтобы он селька гель влагу впитывал вкусно ничего сложного всем приятного аппетита и до скорых встреч да забыл было изначально 1,3 кг сейчас весим сколько осталось именно выход 534 грамма 536 грамм получать 1,3 кг получать 536 грамм усушка где-то уходит на получение пилоснека где-то 60 процентов 50-60 процентов все пользуйтесь рецептом еще раз всем приятного аппетита и до скорых встреч